С вами это фиаско новости Доты. Virtus.pro намекнули на полный дисбанк еще до Инта Шейхов. Международный Олимпийский комитет создал полноценную Олимпиаду по киберспорту. Датское правительство не хочет пускать россиян на Инт и грозится срывом турнира. Бывший босс ВП обвинил Valve и Шейхов в уничтожении профессиональной сцены. Начну сегодня с очень громкой и в то же время неоднозначной новости. Международный Олимпийский комитет официально создал Олимпиаду по киберспорту. Об этом сообщил президент организации Томас Бах. Как заявил Томас, Олимпиада стремится идти в ногу со временем и посему больше не может игнорить киберспорт. С одной стороны это вау, дотеры будут выступать на Олимпиаде. С другой нифига не вау. Ведь привычных нам с вами киберспортивных дисциплин на ивентах от Олимпийского комитета еще не было. Например, в 2021 они провели так называемую Олимпийскую виртуальную неделю. А в прошлом году в Сингапуре состоялась Олимпийская неделя киберспорта. И там и там принимало участие множество игроков из разных стран. Только вот все дисциплины это компьютерные аналоги реального спорта. Виртуальный теннис, стрельба из лука, гоночные симуляторы. И никакой доты или кс-а, даже представителей соответствующих жанров нет. Справедливости ради это были лишь тестовые ивенты. Возможно именно на Олимпиаде все поменяется, но пока что на это больших надежд нет. Другие детали киберспортивных Олимпийских игр вроде даты и места проведения пока неизвестны. Комитету надо еще провести голосование и уладить прочие формальности. Так что думаю стартанут году в 25-26. Раз уж я вспомнил интернациональные киберспортивные игры, то стоит помянуть игры будущего. Ты еще не забыл, что на них выделили огромные призовые, а к дотерам заглянул лично Путин. Каково же было мое удивление, когда на днях объявили место проведения следующих игр. Из Казани турнир переместился прямиком... Нет, не в Москву и не на Дальний Восток. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. Именно там уже в следующем году пройдут очередные игры будущего. И нет, это не троллинг капсом от фейкового аккаунта с именем Игорь Будущего. Это официальный телеграмм руководителя проекта Игоря Столярова. Вот, имеется даже фотка с некоего собрания, где утверждалось это решение. Так что да, теперь дотеры полетят не в Казань, а в Дубай. И это решение удивило не только меня. Я думал Игорь Будущего это какой-то такой вот проект для развития внутреннего рынка, внутреннего туризма. Ну вот он опа и уже в Эмиратах. Хотя причины переноса турнира из России вполне понятны. Первое, взять ту же дубайскую Бэтбум-дачу. На нее прилетел весь мировой топ. При этом на Играх Будущего из топ-коллективов присутствовал лишь Китай. Причин-то понятны. В Россию нынче не все доезжают, что называется. А в Эмираты побольше шансов, что люди приедут. Вторая же причина переезда турнира, я бы сказал, меркантильного характера. Российские чиновники и члены всяких федераций киберспорта слетают погреть кости в Дубай при полной господдержке. Интересно, что в глобальном плане это все означает еще одного игрока на мировой арене. Ведь теперь Игры Будущего это такой же ивент, как и условная ПГЛ Валахия или Бэтбум-дача. Даже больше, на играх ведь куча разных дисциплин. Это что получается? У нас новый конкурент Саудовскому чемпионату мира по киберспорту? Не знаю, заметил ты или нет, но с отменой ДПС гонорар дотеров стали крайне нестабильными. На Тир-2, Тир-3 сцене практически ничего не платят, а Тир-1 игроков единицы. Да я и сам до Ютуб-карьеры с Доты, считай, ничего не имел. Жил исключительно на ЗП разнорабочего айтишника. А ведь разработчики до сих пор в топе среди айти-специальностей. Стабильно растущие зарплаты, составляющие в среднем 190 тысяч рублей. И множество открытых вакансий, еще и с удаленкой. Если же ты тоже хочешь влиться в эту тему, то вот идеальная возможность. Ведущий технический университет страны МИФИ совместно со школой SkillFactory открыл набор на уникальную онлайн-магистратуру по разработке программного обеспечения. Для старта обучения от тебя не потребуется ни опыт в IT, ни техническое образование. Подойдет любое высшее. Как у студента очной формы МИФИ, у тебя будет масса плюшек, включая отсрочку от армии. При этом сами занятия будут проходить онлайн, никуда ехать не надо. А по окончании программы ты получишь полноценный диплом магистра МИФИ. Он выделит тебя перед работодателями и даст буст при поиске работы. Плюс действует господдержка, с ней стоимость обучения от 270 рублей в месяц. К слову, здесь ты сможешь развиваться в четырех направлениях и самостоятельно выбрать свой карьерный путь. Совместная магистратура SkillFactory и МИФИ это поистине уникальная комба. Это опытные преподаватели технического вуза и в то же время практикующие спецы на роли наставников. С одной стороны ты получаешь образование магистра, а с другой применяешь знания на практике и пополняешь свое портфолио кейсами от реальных заказчиков. Прием в магистратуру МИФИ и SkillFactory уже стартовал. Так что бегом по ссылочке в описании или же вот этому QR-коду и подавай заявку на обучение. Если оставишь ее прямо сейчас, то получишь бесплатный доступ к подготовительным курсам МИФИ. Они помогут успешно сдать вступительные в числе первых. В общем, не сиди без дела. Осваивай топовую специальность и начинай зарабатывать достойно. Бывший босс Virtus.pro Сергей Гламазда по прозвищу Гений недавно поделился в интервью массой интересностей по поводу доты. Во-первых, по его мнению, профессиональная дота-сцена была практически подчистую уничтожена двумя компаниями. Первый это Valve, которые отменили систему ЛИК и устроили настоящий турнирный хаос. В результате сцена пришла к тому, что важными стали лишь два турнира, Инд и Ильят Мастерс. А на них количество участников сильно ограничено. Всем же, кто не смог пройти квалы, остается тупо ждать с июня аж по конец сентября, чтобы пересобраться во время послеинтовского решафла. А теперь взгляни на это со стороны организаций. Все это время надо платить игрокам, которые буквально присели на запешку и нигде не играют. Причем это еще и без гарантий, что они с тобой останутся после решафла. Здесь Гламазда подчеркивает, что собирать боеспособный ростер в таких условиях почти нереально. Плюс стало тяжко находить спонсоров. Когда было ДПС, в этом плане все было понятно. Ты знал, что в следующем сезоне останешься в Лиге и получишь свои просмотры. Сейчас же, если ты не на Инте или Рияде, то ты никому не интересен. Конечно, Гламазда не предлагает вернуть старую унылую систему целиком. Однако после значительной доработки она бы смогла выстроить некую экосистему доты. Сейчас же, как выразился Сергей, это какая-то шарага, где каждый творит что хочет и нет понимания куда в этом всем двигаться. При этом, судя по его словам, Valve на просцену по сути плевать. Турнирных организаторов они вообще за людей не считают и к ним никак не прислушиваются. Что же касается игроков, что ж. На прошлом Инте Valve поставили их во главу стола и получился мизерный призовой. Таким образом, Габен показал, что работягам пофиг и на прошников и на команды. Все деньги идут со шмоток. Соответственно, больше Valve про игроков слушать не будут и подстраиваться под них тоже. Умирает про сцена? Да и пофиг, все равно батл пасс создаст интерес к игре. А поиграть на сцену позовем каких-нибудь рандомов из открытых квал. Разницы все равно не будет. Второй компанией, уничтожающей доту по мнению Гламазды, является Саудовский фонд развития киберспорта. Это который Ириат Мастерс делают и ЕСЛ владеют. Тут загвоздка в чем? Пока что они вбухивают миллионы, чтобы развивать и продвигать свой регион Мена. Но что если он не особо-то и разовьется? Допустим, новых команд измена не появится, а местные ивенты будут проходить с пустыми трибунами. Не решат ли шейхи внезапно свернуть лавочку и перераспределить миллионы на другие сферы? Ведь подобное уже произошло с призовыми Рияда. В том году игрокам выдали 15 миллионов, но потом осознали, что это не дает особого эффекта. Лучше дать им меньше, скажем 5, а остальное на рекламу, поддержку клубов и так далее. А что будет, если со всей программой развития киберспорта Саудитов случится подобное? Представь, ты условные ВП, которые под эту программу открыли 20 составов по разным играм. Это же полный крах всей оргии и куча безработных киберспортсменов. Или взять этот командный зачет с 7 миллионами за первое место. Сейчас под него наподписывают игроков во всякие текины и мобилки, а после Саудовского чемпионата с ними что делать? Целый год платить зарплаты? А ради чего? Главное же, чем Саудиты заруинили дота-сцену, по мнению Гломазды, это деньги. Заплатив миллиард за ESL и вбухивая миллионы в разные другие направления, они обрушили рынок. Теперь каждый второй сходу требует баснословных денег за свою пятерку ноунеймов из Мухасранска или за проведение какого-то Тир-4 турнира в Крыжополе. Почему? То потому что если не вы, то скоро придут шейхи и нас выкупят. Каким образом подобная команда или турнир будут окупать эти суммы, никто не думает. Твое мнение по поводу сказанного Гломаздой насчет краха дота-сцены жду в комментариях. А пока же еще два интересных момента из его интервью. Первый. Знаешь, во сколько сейчас обойдется Тир-1 команда по доте? 100 миллионов рублей в год. Причем половина из них это зарплаты игрокам. Остальное уйдет на поездки, буткемпы, контент, рекламу и так далее. Согласись, весьма внушительно. По этой же причине сейчас и появилось столько команд с тегом букмекера. Ведь если ты условно босс оргии и ищешь спонсоров, то будешь просить в 2-3 раза больше. А это 200-300 миллионов рублей в год. Буки на это все посмотрели и просто решили открыть собственные киберспортивные подразделения за 100 лямов в год. Вообще, цифры, конечно, впечатляющие. И ладно, бэтбум, которые хорошо играют. Но как насчет условной лиги? Представь, какие там убытки. Как я и говорил, СНГ-квалификация за единственный слот на Интернешнл выдалась жаркой. В прошлом ролике я поведал о стартовых матчах и вылете Virtus.pro. Давай с этого момента и продолжу. Рассказать есть о чем. Во-первых, лично меня очень удивило происходившее непосредственно после вылета в ВП. Киритыч вкратчиво назвал себя мусором. Допустим. Однако тут сама организация выкатывает пост по ситуации. Причем тон в нем такой. Один из худших дней за всю историю клуба. Приносим изведения от лица менеджмента и даже владельцев. Натурально похороны какие-то. Главной же причиной провала названы военные действия, начавшиеся в 2022 году. Якобы они все разрушили и теперь ВП восстанавливаются. Вообще не понял, а при чем здесь это и провал на квале? То есть дело не в менеджменте или тренере? Дело не в плохом менеджменте и безидейных катках? Вы же сами две недели назад взяли квалу на риад, где показали неплохую доту. Так что случилось за этот короткий промежуток и каким местом здесь 22-й год? Кстати, по идее, для FNG и компании еще не все потеряно. Например, послушай, что предложил коллапс. Они сейчас будут трейхардить, если они на риаде займут нормальное место. Я думаю, им будет обидно, но они будут себя утешать тем, что они хорошее место на риаде заняли. Для них, мне кажется, это топ-4, топ-3. Да только в заявлении ВП после вылета с квалы имеется еще один абзац. Смотри, мы предпримем все усилия для создания конкурентноспособного состава. То есть что, текущую пятерку распустили на все четыре стороны? А как же риад? На нем эти парни играть не будут? Или пускай слетают кибертуристами, а потом аривидерчи? Менеджер Стрейнджер тоже намекнул на туманные перспективы данной пятерки. Virtus.pro, алло, вы хоть парней-то не дизморальте накануне турнира за 5 лямов? Да и кого вы подписывать-то собрались? Все игроки топ-уровня разбредутся по тир-1 оргам, а ВП к ним на данный момент, к сожалению, не относятся. Короче, поглядим, что будет, но это заявление явно не лучший мув от медведей. С этим разобрались, теперь, собственно, по оставшимся играм за слот на Инте. В финале Венеров в Адвинс и Донстронга переехали молодежку Спирит. Всю игру они смотрелись увереннее, организованнее, да просто сильнее. За курьером, парни, за курьером следуем, так, 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 он нас не подведет, Чиро. Спали смоки, нужно вкатываться прямо, что это за вход медленный такой, неторопливый? Забрали Рубика, окей, вкатывается Чиро, закрыли, Рор залетает, ТБ, ТБ нужно зафоксить, до Стандра обязательно, закрывает ТБ, ТБ погибает. По лузерам же с нереальным боем пробивался Солыч и его панды. Они проигрывали Найтпульс Витюна, но камбэкнули. Да, 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 за собой тянет, и Дарклорда пытаются распилить сейчас максимум верса в него, Ками бьет, 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 и не противает! Он бессмертный! Бож правый. Да, это ГГ. Они вынесли Нави, лишив их Инта уже в четвертый год подряд. Погибать очень не хочется, но он и не погибает, потому что их трое, Кентавр прыгает, шикарный станд, Дабл Эдж, очень много ХП, Кентавр здесь один, сейчас всех развалит, Шторм возвращается Киотака, верни мне ГЕМ! Далее, панды с огромным трудом обыграли Йеллоу Субмарин. Ищет Вивера, Вивера нашел! Так, Етора, о господи, о господи, Кинка начинает драться, очень много ХП теряет, господи! Кентку умер! Кентку умер, король умер, друзья, Альберг тоже здесь на Лоу ХП, его Эрейс забирает, но без Керри драться дальше будет крайне сложно. Таким образом, Солыч поквитался с Сатаником за поражение в Венерах. Кстати, в той катке Аз Декор начал типать Киотаку и отправлять чат скобки, карма его настигла. Последняя и самая издевательская скобочка осталась за игроком на Инпандос. И уж не знаю, понял ты это из моего рассказа или нет, но эта победа вывела панд в гранд-финал квалы, где их ждали в Анвин. Всего одна серия и Солыч на Инте. Так близко, но в реале, как же это оказалось далеко. На первой карте еще была ожесточенная борьба. Ну еще бы, это же Киотако на Тинкере. Главное никого не выпустить из этой драки, реализовать байбэк на Майнкерри, но Майнкерри не нажимает БКБшку. Его начинает вместить жестко, он в заверни снова, не нажимаем БКБшечку. Такое бывает на Киотако, должен справиться теперь за своего керри, и за себя, и за всю команду. И начинает нарезать своими лазерами, налево и направо, наширковал всех на минус 4, остается только респект. К сожалению, этого не хватило. Ванвин просто выглядели на голову сильнее, как команда. На второй и третьей они практически в нулину уничтожили пан. Панда под атакой под Т1, Соло, саверну, байбэк, пошел, погнали, через ОСО, забираем. Но они не ожидали блинка, поэтому щир остался здесь, но у него хаста. Еще и хук в спину Дарклорда. Какой тильт, какой огромный, просто невероятный тильт. Отмечу, что Солыч всю квалу употел как Мо. Однако, увы, дота командная игра. На этот раз тиммейты оказались недостаточно хороши для Инта. Так что да, Солыча жалко, но он и так прыгнул выше головы. Ванвин же, конечно, красавцы. С таким составом из, по сути, ноунеймов пройти на Интернешнл, да еще и так уверенно, это вау. Эх, получается, Стак Клим Саныч поквитался за несправедливый кик с бирмингемского мейджора. Что же, удачи парням на главном турнире года. А я скажу последнее на сегодня по Интовским квалам. В Южной Америке путевки выбили Хероик и Бесткост, в точности как на Квале Клияду. Ну а кто покатит на главный турнир года от Европы и Азии, я обсужу уже в следующем ролике. Инт в Европе. На первый взгляд, это замечательное решение. Удобный часовой пояс, в зале множество болельщиков наших команд. Однако, конкретно у Дании имеется большая проблема с россиянами. Все из-за текущей военно-политической обстановки в мире. Их ключевые политики недавно сделали ряд заявлений, которые лично меня повергли в шок. Все настолько серьезно, что у кучи именитых команд имеется риск остаться вообще без Инта. Сам посуди, в Бэтбум и Спирит большинство россияне, даже в Фалконах и Гладиаторах есть граждане России. Ой, Морф, опять раздуваешь из мухи слона. Это ж обычные шенгенские визы, которые эти ребята получают по пять раз в год. Да что ты? Ну тогда взгляни на вот эти слова министра культуры Дании. Цитата. Я не считаю, что российские атлеты должны допускаться к международным соревнованиям. Это, конечно же, относится и к киберспорту. Больше того, это заявление было сделано в преддверии мартовского мажора по КС в Копенгагене. Министр тогда прямо попросил исключить всех россиян из списка участников. На секундочку, это слова главы министерства культуры, которая в Дании, помимо собственно культуры, отвечает и за спорт с киберспортом. То есть главный по киберспорту в стране открыто призывает убрать россиян с турниров. Досталось даже Роял-арене, где проходил мажор и должен состояться Инд. А вот слова другого политика из датского правительства. Говорит, приложу усилия по изменению законов, чтобы россиянам было намного сложнее попасть на подобные турниры. Да, в марте кейсеров пронесло, так как визы они на тот момент уже получили. Однако местные политики не ограничились лишь словами. Организаторы того мажора испытали огромное давление и были вынуждены пойти на ряд компромиссов. Всем российским игрокам убрали флаги. На трансляции запретили произносить слово «Россия», а на интервью звали тиммейтов из других стран, вроде Казахстана. По словам журналиста Ричарда Льюиса, за кулисами того турнира происходила настоящая дичь. Правительство вообще хотело отменить весь ивент, если бы смогло прикопаться хоть к чему-то. Они следили очень пристально и буквально ждали промашки от ПГЛ. С тем ивентом Орги справились, но что будет на Инте? Во-первых, с учетом рассказанного, дадут ли российским игрокам визы в принципе. А если и дадут, то не произойдет ли отмена Инта прямо по ходу дела из-за какой-нибудь очередной условной Z-ки на миникарте? Я же напоминаю, что свои вещи из Доты или КСа ты сможешь выгодно продать за реальные деньги на лист скинс. Ссылочка в описании. Факт дня. Из всего коллектива Ванвин до текущего дня на Интернешнл смог попасть лишь их тренер Ахиллес. Да и то, он там был не в роли игрока, а в роли аналитика. Субтитры сделал DimaTorzok